Ну теперь снова о британских СМИ, в которых русофобской паранойи, как показывает дело Скрипалей, много не бывает. Гардиан сегодня как-то запоздала, обрушилась с критикой на российский артии за беседу Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Башировым. Написали о, цитата, странном интервью, а еще о том, что, опять цитата, выпустили майки со своим логотипом и вопросом Симоньян. Вы работаете в ГРУ, мол, как это российская пропаганда смеет сводить такую серьезную тему к троллингу и мемам. Хотя, может быть, английские коллеги просто захотели быть в модном тренде? Ведь майки, вернее, футболки с таким принтом действительно выпустили. Их разбирают, по словам главного редактора Арти, за три минуты. Строгий, черный, белые буквы, крупным шрифтом, лаконичный дизайн, при этом довольно стильный. В общем, дали понять, если уж журналистам Гардиан так понравилось, могут им послать. А кто уже примерил? Сейчас узнаем у Георгия Подгорного. Георгий, приветствую. Здравствуйте. Ого, я смотрю, вам досталось? Да, на самом деле, это, по сути, сегодня еще эксклюзив, и она пропитана таким неким сарказмом. Изначально хотели дарить футболке коллегам спрос так велик, что такую вещь жарко обсуждали журналисты в Телеграме. Главный редактор Russia Today решила даже магазин открыть. Пока продажи не начались, нам удалось примерить этот хит. Вся редакция и не только завидует. Юмор лучше, чем война всякая. Поэтому мы выбираем юмор. Мы много лет смотрим на все это с улыбкой. Все наши рекламные кампании делаем такими ироничными. Вы, может быть, видели наши кампании в лондонском метро, о которых много писали. И не было, наверное, ни одной английской газеты и телеканала, который бы о них не написал. Один из примеров был. Проиграли выборы. Валите все на нас. Не так давно, когда в США Арти заставили зарегистрироваться как кампании иностранному агенту, почти сразу появились такие в черной футболке с соответствующей надписью. Даже сделали тематические подарочные наборы. И это далеко не первый раз, когда новостная повестка порождает похожее творчество. Крепко засели в памяти футболки. Тополь санкций не боится. Или санкции. Не смешите наши эскандеры. Отдельное внимание целой серии вежливые люди. Вариант с агентами ГРУ уже популярен. Дальше больше. Это такой внутрицеховой флешмоб. Русские журналисты и русские политики во многом, хотя в меньшей степени. Но русские журналисты привыкли относиться к себе с большой самоиронией. Она во многих ситуациях очень спасает. И, конечно, вот придумка с этими футболками про ГРУ, но она вполне себе находится вот в этой струе самоиронии. Ну, раз речь зашла об иронии, и у нашего телеканала нашелся мем, который благодарные зрители создали в соцсетях. Пожалуй, известный на всю страну слоган «Что там у хохлов?» Можно расценивать не иначе, как пристальное внимание к событиям в соседней стране, для которой после смены власти наступили отнюдь не лучшие времена. И, конечно, новости о происшествиях в Украине волнуют значимую часть нашей аудитории. Спасибо, что смотрите. Добавим, в медиа сегодня наметился такой тренд. Выходим за привычные рамки своего формата. У нас патриотизм должен быть не навязанный, а такой, знаете, когда хочется надеть футболку с президентом, когда хочется надеть футболку с одним из ярких СМИ, как Раши Тодэй, которые везде там за рубежом у нас вещают, но при этом против него воюют наши такие западные коллеги. Интервью с Петровым и Башировым только на Ютубе посмотрели больше одного миллиона раз. Количество перепостов не подсчитать. Историю двух туристов, которые приехали в Солсбери посмотреть на местный собор, растащили на цитаты. На Западе заметили. Ровно как и ход с футболками. А если это ирония, то как раз-таки сегодня слышат только ее. Когда говорили серьезно о необоснованных обвинениях, предложениях и даже требованиях в совместных расследованиях, ноль внимания. Всерьез нам продолжают говорить, что эти русские хакеры выбрали американцам не того президента. Русские хакеры взломали Терезу Мэй, и поэтому теперь у них, значит, проблема с этим Брекситом. Русские убийцы из ГРУ, какой-нибудь там Борис Бритва и Иван Тупор приехали в Лондон, чтобы отравить Скрипаля. И все серьезно. Все серьезными лицами. Главное, все серьезно воспринимается. Поэтому, ну что, ирония, да? Вы работаете в ГРУ, а вы? Тем более, сегодня, когда демонизировать Россию стало модой, такие фразы с тонким сарказмом, как никогда кстати. И главное, что вопрос на футболке оставлен открытым. Так точно здесь нигде не написано. Георгий Подгорный о модных трендах этого сезона.